всем привет мои хорошие с вами светлана начинаю новый влог здесь у нас будет с вами уход за волосами вы давно меня просите показать укладку как я делаю обязательно вам покажу здесь у нас будет с вами распаковка до заказа по фаберлик будем тестировать с вами сейчас ботанику новое масло и так поехали кстати протестировала лсф который вам показывал вот это масло мне очень понравилось смотрите девчонки у меня голова не мыта три дня и обычно мою ее через день волосы через день здесь через два получилось как лежат кончики не только сегодня вот в обратную сторону завелись я сделала до помывки головы это масло и потом на кончике перед сушкой феном вот это льсф вообще великолепно без утяжеления вот сейчас уже видно что немножко корни жирновато да но это я повторюсь два дня голову не молни через день и через два у меня получается вот а сейчас перед помывкой волос мы с вами попробуем протестировать также масло ботаника внесла масло на волосы кстати артикул вам не сказал 1287 для ослабленных и склонных к выпадению у меня волосы не выпадают но укрепить не мешает касторовое масло и репейник вот прям пахнет классическим репейным маслом с касторкой действительно я хорошо втерла в кожу головы прям втирала массажными движениями прочитала широким гребнем кончики напитала все буду ходить минимум полчаса потом с моим с вами будем делать укладку девчонки что мы с вами будем сейчас еще делать помните пятно вот это от краски на футболке вот сейчас комментарии ваши читала катюшка мать из посоветовала жидкий но жидкого у меня нет его не люблю пятнового водитель я буду вот этот карандаш на эти какой у меня грызок лежит с незапамятных времен но не у маленький расход только на такие вот пятна грязные сейчас немножечко намочу вот это пятно от краски пройдемся с вами карандашом и потом закинем на стирку с обычным порошком фаберликовский помочила теперь вот так вот немножко потрем вообще это супер вещь я с ковра такие пятна раньше у меня был ковер такой бежий такие пятна выводила даже пластилин сейчас у меня ковров нет и их терпеть не могу были сборники так мне одной рукой неудобно сейчас девчонки я потру и покажу вам так как следует натерла пока пятно на месте сейчас пока в душ схожу посмотрим побледнеет не побледнеет но и закинем стирку пятно довольно сильно побледнела что хочу сказать тут почему-то не очень маленькая сейчас буду машинку стирать посмотрим что из этого выйдет промыла волосы нанесла бальзам ботанику и сейчас мы будем с вами сушить покажу как я делаю укладку для начала нам с вами нужно термозащита термозащита будет у нас кафе мими я в прошлый раз я применяла мне очень понравилось вот это вот вообще классная волос такие мягкие после маслица ботаника но здесь мне кажется больше направлено на укрепление волосяных луковиц я на всю длину прям расширить у него такой аромат этого спрея вообще обалденный девчонки просто от волос несколько дней потом пахнет такой дорогой люксовый очень понравился я у меня вот такая скелетная расческа выберли кстати есть такие и ей я собственно говоря волосы укладывают и сушу распределили расчесали термозащиту потом я вот так зачастую на одну сторону и начинаю феном просушивать корни вот здесь зачесывая вверх пока вот так сейчас включу фен уже будет шумно не расскажу вам но покажу зачем я это делаю во первых чтобы просушить корни во вторых чтобы был прикорневой объем почему я именно так сушусь дальше отделяем немного волос просушиваем корни на проборе вот на этом теперь и вытягиваем длину тоже скелетной расческой сейчас все увидите и и и просушили вот эту длину просушили здесь корни иногда я кстати сушусь вен щеткой но почему она мне в каких моментах не нравится насильно подкручивает кончики волосы выглядит короче здесь как-то подлиннее что в общем я ее использую но не так часто как сушусь обычным феном дальше часть волос опять берем делаем пробор просушиваем по пробору корни и вот эту длину вот и и и и и и и и так теперь другую сторону потом зад другую сторону же не буду показывать все то же самое что хотел сказать мне кажется даже на камеру видно видите как покраснела кожа головы после масла и когда попадает на нее горячий воздух жжет что ли хотя вот это масло у нас выбирать не перцовая и поэтому я удивилась очень они еще слегка тут влажный но у нас еще завершающие такой сушки укладки поэтому вот так просушиваем все сейчас другую сторону и покажу и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делаю дальше. Дальше уже передом поворачиваюсь, опять отделяю часть волос, просушиваю корни и расческой вытягиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Просушили все волосы до конца, особое внимание уделили корням. Если вы их на 100% не просушите, у вас не будет прикорневого объема. Поэтому это надо делать обязательно и как следует. Теперь я разделяю волосы, как я их буду носить и уже завершающий этап укладки. Сухие волосы приводим в ту форму, которая нам нужна. Музыка 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 Вот так я делаю укладку. Вот так они потом лежат. Мокрая вся. Сзади. Сейчас они немножко еще высохнут. Можно ручками вот так их горячие потрогать, чтобы объем прикорневой сохранился. И если мне нужно, я уже делаю легкий прикорневой начес с лаком ТАФТ. Вот зелененький он для объема. Самый идеальный по мне из всех перепробов. Вот такой специальной расческой. Не очень на лежащем виде. Это специальная расческа для начес. Мне соседка, моя парикмахер, ее подарила. Вот такая, девчонки, укладка. Вот и все. Все просто. Вытащила из машинки. Оно, конечно, побледнело. Но не совсем. Еще одна стирка. Не знаю, наверное, будет нужна еще раз обрабатывать. Смотрите, какая краска ботанико-стойкая, девчонки, пипец. Это просто такая стойкая краска. У меня эксперт от всего отстирывалась. Ну, это вообще. В общем, она такая вот бледненькая. Еще раз попробую, конечно, карандашом. Посмотрим, что выйдет. Пришел еще один заказик Фаберлик. Не хотела, если честно, делать в эти все-таки, то пришлось. Сейчас объясню, почему пришлось. Вместе с вами вскроем. И покажу. Я же вам говорила, что на нашем складе не было кофе. А тут он появился. Поэтому. Так, мальчик сейчас-то туда засыпаем. Девчонка. Поэтому вот так. Кофе отдельно. И отдельно здесь еще, знаете, что? С Монардо спрей. Я выбирала до 1000, чтобы скидка была, да? Взяла еще спрей Смонардо. Я его, кстати, ни разу не брала. Попробую. Расскажите, девчонки, как вы его применяете. Я знаю, сейчас сезон простуд. В принципе, можно распылять. На поверхности. Да? Сейчас школу еще пойдем обеззараживать. Расскажите, пожалуйста, как вы его применяете. 111-36. Универсальные средства. Вот такое вот. Для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Как здорово. То есть он у нас дезинфицируется. И кофе. Собственно говоря, один в банке взяла. Именно вот такой. Так он у нас какой? Доброе утро. Потому что он покрепче. Второй брать не стала. Хотя оба были в наличии. Появились. Потом на центральном складе. Артикул 160-48. Обратите внимание. Здесь 95 грамм. И взяла два вот таких. Тоже только они пока появились на нашем складе. Это лесной орех. Кофе в зернах. Ароматерапия. И здесь у нас 200 грамм. Чтобы вы знали. А стоит он одинаково. 167,7. Так. И вот такой вот тоже лесной орех. Они одинаковые. Тоже 200 грамм. А цена у них одинаковая. Абсолютно. В общем, лесной орех у нас появился. И в банках больше никакого. Вот по цене утро 296. А жареный в зернах у нас с вами получается сумма 558. Даже еще дешевле, да? Еще дешевле. За две штуки. Представляете? То есть по акции за две штуки еще дешевле вышло. Хотя его там гораздо больше. Доставка вышла 99 рублей. Средства универсальные. Вот такой вот заказик. Сейчас будем с вами заваривать, пробовать вот этот кофе в банках. Потом буду молоть вот этот и пересыпать его в банку. Больше, конечно, в банках, скорее всего, брать не буду. Потому что это невыгодно. Скорее всего, буду брать вот такой. Или сама молоть. А лучше уже перемолотый. Если он появится в нашем складе. Пересыпать в банку просто. Потому что здесь больше, чем в два раза объем больше. Но он гораздо дешевле. А то и по такой же цене выходит. Пятнышки об этом. Но, кстати, на сухой футболке менее заметно. Что тоже радует. И девчонки написали в комментариях. Причем несколько человек написали. Спасибо вам, конечно, за такой лайфхак. Но сейчас попробую. Лаком для волос обработать пятно и постирать. Одна девочка написала, что у нее дочь холодильник. Ручка изрисовала. И ничем она не могла оттереть. Лаком для волос попшикала. Все отошло. Это очень интересно. Сейчас возьму лак для волос, мы с вами обработаем и закинем в машинку. Я взяла вот эту фаберлику. Все равно стоит без дела. Мне не нравится. Будем им пятна обрабатывать. Вот она. Так. Обильненько давайте. Вот. Обработали с вами лаком. Ну и все. И отправляю в стирку. Сейчас посмотрим. Отстирается, нет. Поставлю на обычную, как бы средней мощности, средней температуры. Тут стандартная такая вот эта вот штука. Сейчас мы ее с вами вскроем. И попробуем. Мне совсем чуть-чуть другу не понравится. Чуть-чуть, конечно. Так. Тебе чуть-чуть. У нас еще молоко кончилось. Будем с тобой свареный сгущенок кофе пить. Да мне чуть-чуть тоже свареный сгущенок кофе пить. Так. Я побольше. Можно попробовать одну? Не, ну зачем? Сейчас я понюхаю. Пахнет бодренько. Пахнет бодренько. Что? Не очень. Ну, в банке тебе, да, не очень. Так. Наливаем. Водички. У меня кружка 400. У Ксюши 250. Поэтому у меня получилось 2 ложки без горки, да? Так. Я садюсь чуть-чуть. Мы сейчас водичкой разбавим. Мы сгущеночки добавим. Но сначала попробуем. Чистом уже. Я не могу так пробовать. Ну, а я от нее тебе. Я сама продегустирую. Ну, а почему еще? Я как-то... Ну, надо водички только с тобой разварить. Ну, варечу. Так. Ну, что, попуску приехал. Мать-ка могу подняться. Ну, попуску только уехал на работу. Ну, уже, подобрать. Все, хватит, хватит. Смотри, ты как до края, ты вот так и блеешься. Ты что, кольев не видишь, да, мать? Так. Сейчас я попробую расскажу вам. Сейчас будем пробовать. Без сахара, конечно, в куск кофе не раскрывается. Или без сахара заменителя. Но я не буду добавлять, потому что сейчас сгущенку не добавлю. Ой, крепенько. Крепко и горько. Очень горько. Прям горький-горький. Вот кто пьет, если... Без молока, без сахара, это горечь сплошная, честно. Сейчас сгущенку добавим, попробуем. Так, попробуем теперь с сгущенкой. Крошку фаберликс. Ну, вот, теперь другое дело. Все, никакой горечи не чувствуется. Отличненько. Ммм, какая вкуснота. Ну, он такой, знаете, бодрящий. Потому что вот такой вот сублимированный кофе, правильно я его назвала, да? Он редко когда подрит, на самом деле. Класс. Вот теперь вкусно. Все, горечь ушла. Сладенько. У нас сгущенки вкусно. И крепость все равно вот это чувствуется, поэтому нормально. Здорово. Тебе понравилось? Да. Да. Даже ей понравилось, да? Кофеечек. Что хочу сказать про масло ботанька. Через день у меня уже корни были жирные. Хотя я промывала волосы два раза шампунем хорошо. А сейчас я помыла уже голову вчера Арису. Уже несколько дней прошло, как влог начал сниматься. Вот. К тому, что в прошлый раз я вам показывала с Камелией, да, эту серию. Не, специально не посушила волосы. Легла еще с мокрой головой спать, чтобы, ну, посмотреть. Но некоторые меня неправильно поняли. Вот здесь я укладывалась уже феном. Вот Арису. Волосы мягкие. Они мягкие не в плане силиконов, а вот в каком-то другом плане, да? Они такие живые. Конечно, кончики не так разглаживаются, если бы серия была с обилием силиконов, там, да? Но более-менее. Вот феном посушила. Вы видите, вот как волосы выглядят после Арису. Мне очень понравилось. И тут мы только проснулись, и как бы вот как они выглядят, даже не расчесаны. Имейте в виду. Так, ну, все. Нам с вами осталось посмотреть, выглядит лаком пятно или нет. Майка уже стирается. Достала из машинки. Смотрите, пятно на месте. Все-таки, наверное, лак на свежих пятнах работает. Да? Но он уже такой бледный. Мне кажется, вот еще раз карандашиком обработать, и оно все. Поэтому, ладно. Майку сохранили, можно сказать. Ну, на этом влог буду заканчивать. До встречи, мои хорошие. Кому видео было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю. Целую. Всем пока-пока.